Всем привет! Вы на канале Основа Ремонта и сегодня у нас укладка дешевой шахтинской плитки, а также дорогой мозаики на пол. Недавно я строил летний душ-туалет, два помещения маленьких по одному квадратному метру. И заказчик решил облицевать эти помещения внутри плиткой. Начинаем, естественно, с подготовки стен. У нас заранее уже были штукатуренные стены, идеально ровно по маякам. Это необходимые условия для нормальной качественной работы с плиткой. Штукатурка наша цементная песчаная уже очень хорошо высохла, уже простояла более двух месяцев. Все процессы набора прочности штукатурного слоя давно уже прошли. Я непосредственно пользуюсь грунтовкой от компании КНАУФ ТИФИН ГРУНТ. Нам, конечно, не нужен такой крепкий грунт, поэтому я ее развожу примерно пополам. Если вы загрунтуете концентрированным грунтом поверхность, то грунтовка создаст препятствия, то есть создаст пленку на нашей стене, и цемент, который находится в плиточном клее, не проникнет в цементное основание, то мы получим плохую адгезию между двумя этими материалами. Я прибивал направляющую, у меня по-другой не оказалось, никаких не профилей не провил, поэтому я прибил кривые доски. Но ничего страшного, дальше вы увидите, что, в принципе, можно при помощи клинышков первый ряд плитки, даже с досками, вывести в одну линию. При таком маленьком формате клей я наношу исключительно только на поверхность стены. На плитку контактный слой нет необходимости наносить. Некоторые товарищи мне пишут в комментарии, что нужно плитку смачивать, нужно наносить и на плитку, и на стену клей, но это все глупости. Для этого маленького формата это делать не нужно, это первое. Второе, что я хочу сказать, сейчас современный клей не требует смачивания плитки. Это пишут плиточники, которые еще не проснулись с 70-го года, когда плитка укладывалась на обычный цементно-песчаный раствор. Сейчас это делать не нужно. Клей я наношу на достаточно большое количество плиток сразу. Моя скорость позволяет примерно на 8-12 плиток в данном помещении наносить клей до того момента, как он не начнет заветоваться. Это очень важный момент, ребята, смотрите. Во-первых, клей должен быть достаточно жидким, для того, чтобы плитка хорошо к нему приклеивалась. И чтобы было практически 100% заполнение плитки клеем. Не упускайте этот момент, наносите клея ровно столько, сколько вы успеете приклеить плитки до того момента, как клей ваш начнет уже подсыхать и заветриваться. Клей должен быть постоянно блестящим, таким мокрым. Подрезку я стараюсь отдельно не клеить. Подошел к углу, осталось там у меня, например, 2-3 плитки, 4 до угла. Я сразу отмеряю, сколько мне нужно, кусочек какой подрезки нужен. Сразу ее нарезаю от пола до верха. И сразу рядами это все вклеиваю. Стараюсь клеить не по периметру, гонять кругами плитку, а по стенам. Выложил одну стенку, потом вторую, потом третью, потом четвертую, ну и так далее. Сколько, смотря стен, это у нас помещение. По мере того, как вы поднимаетесь вверх, поднимаетесь с колен, у вас уже процесс происходит гораздо быстрее. Поэтому можно наносить клей на большее количество плиток. Клей, который вылазит со швов или заляпывается плитка, лучше сразу вытирать влажной тряпочкой. Вам потом будет просто меньше чистить, когда он высохнет. На следующий день я прихожу на объект, и первым делом, что я начинаю, это чистить швы. Достаем вчерашние крестики и сразу чистим. Не приступаем к дальнейшей укладке, пока не почистим плитку, которая была уложена вчера. Это правило, запомните его, делайте так всегда. Вы потом в целом сэкономите большую кучу времени, потому что если клей постоит у вас 3-4 дня, его будет сложнее очистить, ну как минимум дольше. Раза в 3-4, а то и в 5. То есть пока клей на следующий день еще свеженький, он очень легко чистится обычным малярным ножичком и небольшой щеточкой по металлу. Все почистили, потом замешиваете клей и начинаете дальше работу с плиткой. После того, как вы приклеили всю плитку в помещение, еще раз быстренько пробежали, проверили все шовчики, плиточку, все еще раз почистили, чтобы она была уже в идеально чистом состоянии, перед затиркой. С откосами мы здесь не стали заморачиваться, потому что это все-таки летний душ, которым будет пользоваться на улице на протяжении 2-3 месяцев в году. Поэтому здесь решили работу упростить и удешевить и вставить обычные пластиковые уголки для наружных углов. Резать их под угол 45 градусов можно, конечно, обычным малярным ножом либо ножовкой по металлу. У меня на объекте была торцовка, поэтому таким инструментом это делается просто гораздо быстрее из первого раза. Обращаю внимание, что все рамы, все примыкания должны быть желательно проклеены малярным скотчем, чтобы их не испачкать клеем. Тем более, как в моем случае здесь рамы коричневые, они идут немножко рифленые, туда клей забивается, и потом очень тяжело их будет отмыть. Вырезать отверстия под разные коммуникации, в моем случае это просто вентиляция. Мне было проще уже по готовой плитке вырезать это отверстие. Тем более, это у нас не керамогранит, это у нас обычная глиняная плитка, поэтому такую плитку возьмет в принципе самая дешевая алмазная коронка. Пока я укладывал плитку на стены, я подходил два подхода в душевую кабину, чтобы создать нужный мне уклон на стяжке. Делал я это без помощи маяков. Мне опыт позволяет это сделать просто шпателем 45-м. Сделал уклон примерно на 5 мм. На одном квадратном метре это достаточно. Душевой трап у меня ровно в центре помещения. Просто от стенок поднимал на 5 мм и сделал уклончик к центру. Затирку для плиточных швов затворяем ее тоже жиденькую, до такой консистенции, чтобы она просто хотя бы не сползала, не стекала у вас со шпателя. Делается она жидко для того, чтобы очень хорошо и глубоко забить затиркой наши швы. Это тоже немаловажно. Затирка часто бывает трещит. Человек, допустим, взял густой затиркой, сверху поверхностно помазал, а внутрь шва затирка не забилась. Для того, чтобы затирка хорошо забивалась, желательно использовать специальную терку для затирки. Она идет пластиковая сама с обрезиненной подошвой. И легко работать, и качественно получается забивать швы. Я уже давным-давно не работаю маленькими резиновыми шпательками, это уже прошлый век. Через какое время начинать замывать затирку, здесь ответа однозначного нет. Здесь нужно обращать внимание на температурный режим, на материал, который используется. Здесь только можно сработать по опыту. А если у вас опыта нет, тогда не наносите большие объемы затирки. Взяли себе там 3-4-5 квадратов, нанесли затирку, пальчиком ее потрогали на отлип. Если она еще жизненькая и смазывается просто губкой, стирается, замывается глубоко в шов, значит мы ее не трогаем. Даем еще постоять ей там 10-15 минут. Потрогали еще раз, подошли, стала уже твердая, не размывается, не замывается глубоко в шов. Вот, и начинаете потихонечку ее замывать. С мозаикой здесь тоже отдельная история, чтобы вы понимали, какой здесь микс у меня получился. На стенах у меня шахтинская плитка, на полу у меня мозаика из керамогранита. И по стоимости материала они вышли одинаково заказчику. Получилось, что 2 квадрата мозаики стоят как 36 квадратов шахтинской плитки. Ну вот такой микс решил сделать заказчик. Это дело в принципе каждого. У нас на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Вот за квадратный метр такой мозаики я взял 6 тысяч. 2 квадратных метра 12 тысяч рублей. Много это или мало, это уже каждый для себя сам посчитает. Под мозаику, кто не знает, лучше всего использовать очень-очень мелкую гребенку. Я в данном случае использую гребенку высотой 4 миллиметра. Больше не нужно. Если вы будете использовать большую гребенку, восьмерку или десятку, 10 миллиметров, то у вас весь клей повылазит. И вы офигеете потом чистить эти швы. Но под укладку мозаики учитывайте, что поверхность основания должно быть идеально ровная. У нас уже нет возможности мозаику выравнивать каким-то клеевым слоем. При помощи гребенки или там липух, это вам не плитка на стену или напольного большого формата. Поверхность должна быть просто как стекло. Идеально ровная. Процесс это не очень сложный. С этой работой справится любой. По мне гораздо сложнее подготовить поверхность под мозаику. А также определенные сложности есть с подрезкой этой мозаики. Бывают и такие ситуации, когда мозаику, вот как у меня, нужно допустим подрезать вокруг 110 отверстия под унитаз. Вот здесь уже к нам на помощь приходят маленькие кусачки. Они же попугайчики. И только так, потихонечку, не спеша, каждый квадратик, напомню его размер сантиметр на сантиметр, аккуратненько мы подкусываем по нужному нам радиусу. У меня еще попался керамогранит такой хрупкий. Начинаешь кусать, он крошится, не там, где ты кусаешь. В общем, мне не очень повезло, конечно, с этим материалом. На каждый вот такой квадратик у меня выходило один, два, а то и три квадратика бракованных. Один какой-то откололся, так как надо. Остальные два колются в хаотическом направлении. Если у вас нет замешанного клея, чтобы не пачкать ведро, не пачкать шпателя, какой-то инструментом, не заводить эту жменьку клея, можно просто на жидкие гвозди на хорошее все это дело приклеивать. Всю эту подрезочку аккуратненько эти все квадратики оформить. Все, что получится не очень красиво и ровно, это аккуратно. Можно потом все по кругу все сформировать уже затиркой. Затирку для мозаики мы затворяем точно так же, делаем ее достаточно жидкую. И ваша задача точно такая же. Очень хорошо все швы позабивать затиркой. Здесь вы должны иметь ввиду, что на такую мозаику уходит очень большое количество затирки. Вот на 1 квадратный метр, на одно помещение у меня уходило 2,5 ведра. 2,5 ведра затирки это 5 килограмм затирки уходит. Это очень и очень много. У меня на все это помещение столько не ушло затирки, на эти два помещения. Сколько ушло только на 1 квадратный метр пола. Пришлось мне конечно помучиться целую неделю в этих помещениях, потому что в скованных условиях работать очень и очень неудобно. Для того, чтобы плитка в конце была чистенькая и блестела, нужно взять просто ветошь из микрофибры, тряпку обычную с микрофиброй и еще 2 раза насухо все протереть. Микрофибра очень хорошо справляется с этой мелкой-мелкой пылью, которая остается после замывки затирки. За видео как всегда не забываем ставить палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok